Привет, друзья! С вами канал Интересная Инфо. Вторая часть рубрики «10 пар, в существование которых вы не поверите» набрала больше 5000 лайков. И как мы обещали, мы делаем продолжение. Итак, приятного просмотра и поехали! Американец связал себя узами брака с... айфоном. Вероятно, только гаджет понимает его с полуслова, не устраивает пустых истерик и отпускает с друзьями в бар. 1-0 в пользу телефона, женщины пока проигрывают. Вместе с тем, как будет исполняться супружеский долг, не уточняется. Жених пояснил, что телефон стал для него самым дорогим в жизни. Он ложится с ним спать, просыпается с ним, гуляет с ним. Практически в любой ситуации айфон всегда при нем. Вероятно, многим знакома эта ситуация, однако только американец решил оформить отношения с айфоном. Несмотря на то, что данный брак не имеет законной силы, в Лас-Вегасе прошла настоящая сваребная церемония. Аарон закрепил кольцо на чехле смартфона, которое потом надел себе на безымянный палец. Друзья жениха, которые были на церемонии бракосочетания, приветствовали молодоженов аплодисментами. Перед церемонией крокодила крестили, а затем надели в белое платье. Лептилии также связали челюсти, чтобы она не могла никого покусать. По местной традиции, мэры Сан-Педро Хуамелула вступают в брак с крокодилом каждый год. Согласно легенде, такая символическая свадьба приносит удачу рыбакам. Хорошо, что целоваться не надо. Одинокий житель штата Юта США Крис Севьер решил жениться на своем ноутбуке. Севьер несколько раз обращался за разрешением на брак в суд, мотивируя это тем, что если в штате Юта разрешено заключать браки на бытовых предметах, то почему бы не жениться на своем ноутбуке? Получив несколько отказов, Севьер поехал в Лас-Вегас, где новобрачным все-таки удалось узаконить свои отношения. Мужчина был арестован после того, как выяснилось, что он женился на 6-летней девочке. 60-летний Мухаммед Карим из Афганистана заявил, что получил ее в подарок от ее же родителей. Однако Маганат Азамизиман, начальник полиции данного округа, сообщил, что девочкой была похищена около месяца назад. Похититель девочки продал ее Кариму. Специальные органы забрали ее и вернули настоящим родителям. В феврале 2006 года Чарльз Томбе, мужчина из Судана, был вынужден взять козу в жены и выплатить владельцу козы приданное в размере 75 долларов после того, как его поймали за совокуплением с животным. 41-летняя Шарон Теннлер вышла замуж за любовь всей ее жизни, дельфина по имени Синди. Она встретила Синди 15 лет назад, когда она впервые посетила курорт. Теннлер полюбила дельфина и стала путешествовать в Израиль два или три раза в год, чтобы провести время со своим подводным возлюбленным. После многолетнего романа Теннлер решила предпринять весьма необычный шаг и связать себя узами брака со своим возлюбленным дельфином. К сожалению, через год Синди умер, и его останки были развеяны в океане. В январе 2009 года в ходе причудливого ритуала две 7-летние девочки из удаленной индийской деревни Палли-Подупет были выданы замуж за лягушек. Жители деревни с удовольствием принимали участие в церемониях. Церемонии включали в себя все стандартные элементы традиционного брака, включая пир на весь мир. Эрика Эйфель еще с малых лет увлекалась любовью к предметам. Повзрослев, она решила закрепить свои отношения с Эйфелевой башней. По словам Эрики, первое, что впечатлило ее, была структура этого произведения архитектуры. Она сразу поняла, что просто обязана скрепить свои отношения с башней узами брака. Мария Гриффин из Сан-Бернардино, штат Калифорния, чувствовала себя обделенной в течение многих лет. Ни к одному мужчине не испытывала никаких чувств. Со временем ее чувства переросли в любовь к автомобилям. Ее любовь, если можно так сказать, завоевал Форд Тракс. Она приобрела Форд и вышла за него замуж. После свадьбы супруги отправили в свадебное путешествие по стране. Эйя Риитта Берлинер Маур вышла замуж за берлинскую стену еще в 1979 году. По словам Эйи, она влюбилась в стену практически с первого взгляда, когда увидела ее по телевизору в 7 лет. Для нее большим шоком стал момент, когда было решено уничтожить стену. С тех пор Эйя была безутешна. Если понравилась, с вас подписка и, конечно, лайк. Это будет лучшая благодарность за наше старание. Если наберется 10 тысяч лайков, обязательно будет продолжение. Ну и, конечно, спасибо за просмотр, друзья. И до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!